Друзья автомобилисты, всех вас приветствую! Сегодня я представляю вам такой автомобиль как Mazda CX-5, абсолютно новый. Разброс цен начинается с 1 миллиона 700 и заканчивается на отметке 2 миллиона 700. Это топовое исполнение, прям самый-самый топ-жир в закрытии-открытии автомобиля. Так у нас эти самые зеркала раскладываются и складываются при закрытии-открытии, без ключевой доступ имеется. Такой шикарный, нарядный, кожаный салон, как видите. Очень много электрорегулировок, все обновилось. И действительно стало гораздо лучше электролюк, но панорамной крыши нет. Две позиции памяти на кресло. Механические регулировки для этого руля. Садимся. Ох, как все стало гораздо интереснее здесь. Сейчас все отрегулировано, кожа прям очень радует. Нажимаем на тормоз и затем один раз на эту кнопку старт-стоп, без рамки. Кстати, здесь зеркало устанавливается, тоже интересная тема, достаточно. Такая мглевая у нас загорается. Приборка. Все четко и понятно. Здесь бортовой компьютер. Различная информация для вас предоставляется. Так все нужно просматривать. Замечательно много электронных ассистентов. Здесь Bluetooth принять и отменить вызов. Голосовые команды. Соответственно, увеличение громкости для аудиосистемы. Кройз-контроль, ограничителя скорости. Вот такая посадка. Прямо самое-самое, что ни на есть. Джиперская. Здесь аудиосистема Bose установлена. Электропривод для складывания зеркал. Все четыре стекла полностью. Автоматический электропривод для крышки багажника. Слежение за разметкой. I-Stop-Off. Здесь даже камеры имеются. Вот так. 360 градусов. Все указано. И с высоты птичьего полета. Когда голубь будет пролетать, вы тоже будете его видеть. Видимо, предполагается такая система. Нет. Исключительно, конечно, с высоты птичьего полета. Потому что он показан сверху. Такая Bird Avenue называется система. Здесь, видимо, для загрузки сидишек. Вот такие дефлекторы. Двухзонный автоматический климат-контроль. Подогрев сидений. Подогрев руля. А вот здесь он пристроен. Немножко нелогично, конечно, что отдельно вывели для него сегменты. И вентиляцию добавили. Это очень здорово. Регулировка для потока воздуха. Здесь у нас температура регулируется. Камера заднего вида. Вот такая имеется. Линии. Направляющие. Ручное переключение. Соответственно, здесь у нас режим спорт, который прибавляет некой харизмы этому автомобилю. Быстрее передвигаетесь. И вот, пожалуйста, у вас тачскрин имеется. И можете управлять это основное меню. Здесь у нас приложение. Я думаю, все понятно. С этим делом у нас все сейчас знакомы. Предупреждение. Люди. Предусмотрительно. Предусмотрительно. Затем это развлечение. Здесь нет ничего. Связь. Понятное дело. Потом навигация идет. Жрата, долгота. Можно также это установить. И настройки для непосредственно самой системы. Здесь дисплей. Безопасность. Звук. Вот такой пик-пик. Подтверждение идет. Прибавить его и звук. Электромеханический стояночный тормоз. Здесь у вас вход. АУКС. Два USB. SD-карта. И розетка. Прям гаджетаманы будут нереально рады этому автомобилю. Друзья, не забывайте подписываться на канал. Будет еще очень много интересных и познавательных видео. Столь прекрасный автомобиль вы сможете приобрести в автосалоне. Росси Авто. Мазда. Вся подробная информация в ссылке. Описание к видео. Звонок через телефонную трубку. Видимо, кто-то подключил Bluetooth и не отключил. Интересно. Ага. Вот. Отключение к телефону утеряно. Да. Да. Чудеса бывают. Здесь диоды. Здорово. Пожалуйста, здесь также. Электролюк. СОС. Система Air Glonass. Сейчас вы получите электронный ПТС, если приобретете автомобиль. 2021 году. И вот здесь у нас такой люк. Давайте снаружи рассмотрим эту красоту. Ну что? Надеюсь, у вас как-то желание немножко пропало. Купить Tiguan, да? Когда такая красота есть. Японская. И RAV4. Вот да. Все познается исключительно в сравнении. Посмотрите, как здесь строчка идет. Как все нарядно. Под дерево, пожалуйста, кожа вам прибавляется. И это прям вообще топчик. Здесь у нас педальный узел находится. Вот странно, конечно, видеть механические регулировки. Хотелось бы увидеть электропривод для рулевой талонки. Как минимум. Очень крепкая LKP у этого автомобиля. Шумку немножко допилили, но лишним зашумить не будет. Это точно. О, ее стоят. В данном случае диски у нас, сейчас я вам скажу, 19-й, 225 на 55-м профиль. Живую очень красиво смотрится. Шикарный дизайн этих дисков. Защитный пластиковый конкретный диод. Диоды, линзы стоят. Омывайте до фар. Передние датчики парковки. Такие туманки. Тоже диоды по ушам для бассировки. Передняя камера. Достаточно хрома. Прям очень много. Какая-то сабля какая-то выходит здесь. Очень интересно. Так, сейчас посмотрим, что там под работом. Sky активные технологии. Очень экономичный и достаточно резвый силовой агрегат. Понятное дело, на алюминии здесь блок-головка. Пусть-пусть хорошо реализован. И ресурс достаточно хороший, если правильно, грамотно эксплуатировать. Ресурс большой. Вот скрутки проводов. Ак-бэл здесь находится. Причем достаточно неплохо, неплохо. Клиренса будет вполне достаточно для большинства подавляющих ситуаций в бездорожных дисциплинах. То есть на бездорожье всего достаточно в данном случае. Давайте посмотрим, что у нас с этой стороны реализовано. Такие же электрорегулировки. За исключением памяти и поясничного подпора. Бардачок, к сожалению, нельзя закрыть на ключ. Он обид бархатом. Существенный плюс. Вот каждый элемент кричит, я хочу стать премиум. Даже вот этот вот элемент. А? Есть и забавные моменты. Есть и хорошие. В любом автомобиле. Второй ряд сидений. Тоже гостеприимный и достаточно уютный. Он складывается. Здесь вам силовые входы для зарядки USB. Подогрев сидений. Жалко, что нет вентиляции и массажа. Было бы неплохо. Воздуховоды. Ну вот, в принципе, и все, что предлагает Mazda CX-5. Все самое необходимое. Нет ничего лишнего абсолютно. Подсветка вот такая. Немножко съедает крышу, если я сяду. Сам за собой места мне предостаточно. Вот этот люк. Почему-то здесь не панорама. Но крышу съедает. Как-то так. Это немного полезного пространства. Можно было побольше выделить однозначно. Здесь имеется электропривод для крышки багажника для пятой двери. И приличный запас. Пожалуйста. Нужно какие-то дорожные знаки здесь лежат. Запаска. Сабвуфер аудиосистемы POSE. Еще что-то здесь, конечно. Розетка имеется, чтобы сложить. И даже вот такая шторка индивидуальная. Неплохо. Так, один раз нажимаем. Подсветка и камера заднего вида. Вот сюда. Полный привод. За миллион семьсот на механике на переднем приводе будет автомобиль. Ну и за два семьсот, конечно, полностью укомплектован. Всем и вся. Даже диодное наполнение. Лючок бензобака. Денадцать пятый. Лучше даже девятьсот восемь. Заливать эту красоту японскую. Три регулируемых подголовника. Да, сейчас они вплотную приближаются к премиум-сегменту. И это уже не остановить. Прямо видно каждый элемент. Кричит. Премиумом. И это хорошо. Как по мне, это очень хорошо. Нам нужны такие автомобили. Вот еще стоимость, если они смогли удержать. В ценовом диапазоне, конечно, поменьше, чем они просят. Было бы прям вообще великолепно. Это произошло бы чудо. Ну и так уж дано. Всем понятно, что Mazda это супернадежные, хорошо управляемые и динамичные автомобили. Да, это Mazda меня удивило. На этом обзор Mazda CX-5 завершен. Я надеюсь, вам понравилось. Всем удачи. Берите себя. Всем хорошего настроения. Подписывайтесь на канал. Огромного вам везения. Огромного вам везения. Огромного вам везения. Субтитры сделал DimaTorzok Огромного вам везения.